О сибирской язве сегодня не говорит, пожалуй, только самый ленивый. Градус дискуссии среди населения зашкаливает. Смешалось все – слухи и факты. Мы отобрали для вас наиболее интересные из них. С момента появления заболевания на Ямале северян сковал ужас. По их мнению, сибирская язва – редкая и крайне опасная болезнь. Что теперь делать всем нам? Насколько мне известно, данная болезнь передается воздушно-капельным путем. Я считаю, что здесь бояться абсолютно нечего. Если вдруг возникает какая-то клиническая картина, даже если вы не были в очаге, ни в коем случае нельзя никаким заниматься самолечением. Вы должны прийти к врачу. И если уж у врача возникнут какие-то подозрения, то, естественно, он проведет весь комплекс мероприятий, весь комплекс обследований, которые это нужно сделать. Согласитесь. Ни в коем случае самостоятельно не принимать никакие антибактериальные средства. То есть не надо заниматься никаким самолечением. Из-за угрозы заражения, по мнению тех же ямальцев, в зоне риска оленеводческая продукция. Жители региона беспокоятся. Экологически чистый ямальский олень больше не появится на прилавках магазинов. Да и есть его теперь опасно. По словам ветеринара сельскохозяйственной отрасли Николая Бабина, конечно, от покупки оленины на стихийных рынках пока лучше воздержаться. А вот за сертифицированный бренд ямальские олени переживать не стоит. Да в летний период, в наше время, когда я работал, да и сегодня, начинается жара, погибало до 5 тысяч, до 10 тысяч. Конечно, боязнь есть у тех людей, у участников, которые никогда с этим не встречались. Для них это вообще непонятно. И они думают, что завтра проведем эту работу и останемся без олени. Ни в коем случае. Сегодня ведутся огромные работы по ветеринарии, имею в виду по вакцинации оленей к осени. Мясо прекрасное, здоровое. И бояться этого вообще не надо. Из-за непростой эпидемиологической ситуации под скептические настроения северян попали в том числе и дикоросы. Грибы и ягоды в лесу опасаются собирать даже те, кто далек от очаговой зоны. Сибирская язва уже в городе. Будьте бдительны, люди. Воздержитесь от походов в лес. Природная очаговая инфекция пришла из почвы. Естественно, где-то с грибницей земля же. Поэтому опасность с учетом наличия моровых полей, она существует. Лучше себя предупредить в этой ситуации, как-то ограничить. Не пропадем мы без этих грибов, но будем жить с нормальным здоровьем. На этом опасения не заканчиваются. Кровососущие насекомые тоже вызывают тревогу. Эксперты подтвердили, риск заразиться болезнью от насекомых есть, но лишь у тех, кто находится непосредственно в очаге инфекции или недалеко от него. Кровососущие насекомые стали, возможно, одним из важных факторов вот такого распространения, то есть переброски со стада на стадо и быстрого распространения внутри стада. То есть сибирская язва – это не настолько контагиозное, то есть не настолько распространяющееся заболевание, чтобы вот такой падеж был. Мы получили массовую гибель животных из-за главного трансмиссивного фактора насекомых – кровососущих. Среди имеющихся опасений есть и вовсе невероятные. Например, что это испытание вражеского биологического оружия или даже дело рук инопланетян. На самом деле теория заговора – это явление для таких экстремальных ситуаций вполне нормальное. Тут очень важно относиться к этому критически и с юмором, может быть, даже. Говорят, здесь марсиане поселились. Какие к черту марсианы? Вот, черным по белому от 7 января. Слухи о марсианах в Обуховом переулке, распущенные торговцами Сухаревки. Они будут строго наказать. Понятно? Так чего вы здесь торчите? Чего ты торчишься? Чтобы внести ясность и ответить на все возникающие вопросы, в регионе разработали и разместили в интернете памятки о симптомах, способах передачи, профилактике и лечении болезни. Эксперты утверждают, ситуация с заболеванием на Ямале под контролем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!